МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Юрий Борисович Дикий. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Профессор, руководитель или глава миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера в Одессе. Хотел сказать в Украине. В Украине тоже. В Украине тоже. Тема довольно необычная. Музыка и политика. Ну, вы знаете, что в последнее время достаточно много звучит информации из разных источников о том, что Украина находится под внешним управлением. Это и сарасята, и европейские дипломаты, и руководители европейских стран влияют и очень существенно на политику Украины. Наверное, частично это правда. А может быть и не частично. Но интересно, кто же руководит, вот руководит политикой Украины. И, во всяком случае, старается ее руководить, этой политикой. И выясняется вот что. Почему Юрий Борисович Дикий сегодня в студии? Потому что именно Юрий Борисович Дикий, благодаря миссии деятельности, в миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера, музыкантов, которые имеют, прямо скажем, мировую известность и находятся в первом ряду имен музыкантов 20 века, ну и продолжает находиться и в 21 в этом ряду, именно благодаря этой миссии он и контактировал с дипломатами, которые представляют значительную часть европейских стран в нашей стране. И вот о их деятельности, о том, какое у них образование, быт, чем они увлекались, какое хобби. И самое, наверное, важное и интересное, что практически все они очень неплохие музыканты, как выяснилось. Наверное, поэтому музыка сегодня является таким, я бы сказал, средством, основным средством коммуникации в мире, в том числе и в дипломатии, и, как ни странно, в экономике. Потому что сегодня музыкальные фестивали, проходящие в Европе и в Америке, естественно, это зачастую форумы, на которые приезжают люди, а не только слушать музыку, но и контактировать, общаться, знакомиться, а зачастую просто договариваться о каких-то вещах, которые к музыке имеют, ну, прямо скажем, опосредственное отношение. Итак, Юрий Борисович Дейкий и ваш опыт общения с дипломатическим корпусом, присутствующим в нашей стране. Ну, этот опыт уже почти что набирает в 20-летие. И, кстати, вы упомянули сейчас такие выдающиеся имена, как Давид Федорчо и Страхи, Святослав Теофилч Рихтер. Я не могу не сказать, что завтра как раз день рождения Святослав Теофилча Рихтера, 20 марта, вообще, 21 марта родился Иоганн Себастьян Бах. Поэтому, видите, если мы перед передачей с вами обменивались, как Иоганн Себастьян Бах общался с Фридрихом Великим, кстати, и как он влиял на политику, кстати, великого банарха германского. Объединившего Германию. Ну, Фридрих Великий, это известнейший, во-первых, это был прекрасный музыкант, между прочим, по-моему, того, что... Флитист, по-моему, да? Да, он был флитист, и он каждый вечер давал сольный концерт для своих придворных, и ему аккомпанировал сын Бах. Представляю, как его ненавидели придворные через месяц после 30 концертов. Вы можете представить, что уровень придворных не понизился от этого? Да, конечно. Я думаю, что как раз это повлияло в значительной мере, потому что еще в Германии, при том, что были эти княжества, еще был Дрезденский двор. И Куртфюрст Дрезденский, это, так сказать, тоже одна из весомейших фигур, основатель галереи, знаменитый цвингер и музеев Дрездена. Поэтому в Германии это занимало очень большое... Но вернемся мы все-таки на нашу грешную землю в 20 век. И должен сказать, что встреча с таким человеком, как посол ФРГ, посол Германии Дмиттер Штюдеман, это произошло в 2001 году, то есть ровно 20 лет назад, говорит о многом. Говорит о том, что тема наша вообще-то должна была бы быть в звучании, что общего и различия в дипломатическом корпусе, предположим, нашей страны, в данном случае в Украине, кто представляет собой политику, кто формирует, так сказать, дипломатическую работу. И вот те, так сказать, лица, которым предъявляются сейчас большие претензии, что они управляют нашей страной. И мы знаем, что это было и при Трампе, и это было до Трампа при Обаме, и мы знаем, что приезжали, кто и как приезжал, и что происходило. И поэтому мы видели только верхушку айсберга. Мы себе представляем, что это люди, которые очень вмешиваются в наши, так сказать, деяния и оценками, естественно, самыми различными со стороны нашего социума, со стороны нашей, так сказать, нашей власти. И поэтому, когда ты возвращаешься и видишь содержательную сторону, мне страшно нравится одна такая карикатурка, как показывают такой, знаете, айсберг, и говорят, это, говорит, концерт верхушка айсберга, а подготовка репетиционная, это вся основная часть. Вот приблизительно то же самое можно говорить о дипломатическом корпусе. И вот общение с Гитмаром Щудеманом произошло в 2001 году. Знакомство было у меня благодаря Наталье Смирновой, которая брала у него интервью. И как-то случайно разговорились о значении кирхи, которая стояла разрушенной. И она узнала о том, что Гитмар Щудеман хорошо общался, близко общался с семьей Святослава Рихтера. Более того, не лично только общался, они общались с семьями. То есть его супруга Гитмара Щудемана, графиня Шулинбург урожденная, то есть племянница знаменитого дипломата 41-го года, когда началась война, и когда его выслали. Который вручил ноту в 41-м ноту. 41-й год. Это, наверное, только исторически интересно с той точки зрения, что племянница все-таки известного дипломата. Но она сама графиня, судя по-другому. Она графиня, не только. Дело в том, что я дальше могу это рассказать, если получится по времени, что когда мы гостили с супругой в резиденции посла, там в столовой висел замечательнейший большущий портрет. И я поинтересовался у супруги посла, я говорю, а чей это портрет? А тут как раз подошел Дитмар Щудеман и говорит, это портрет мамы Фридриха Великого. Это почти 400 лет назад жила эта женщина. И это, значит, пра-пра-пра-пра-пра бабушка моей супруги. Впоследствии тоже, когда я делал несколько не только сюжетов, а и публикаций, мы делали фотографии много, очень много фотографий. В частности, есть одна статья, так и называлась «Встреча с послом без галстуков». И он подробно рассказывал о своей жизни, о супруге, о нем. Кстати, он тоже музыкант, велончелист. Какое, вот мы пришли к этому. Не-не-не, я закончу просто мысль о том, что когда сопоставить, это мы же можем сделать сегодня в передаче и увидеть портрет, которому почти 400 лет, и пра-пра-правночка, жена посла, которая сидит, и мы видим сходство совершенно поразительное. Понимаете, вот это генеалогическая ветвь, которая наполняет дипломатический корпус Германии. Такие графские гены. Да, сам граф был велончелистом. Кстати, в этом сюжете, который вот тогда было интервью большое, он описывал, как он нашел в детстве, после войны он нашел велончели на чердаке и начал с любовью заниматься. И потом велончель, она пианистка, его супруга, а велончель стояла всегда в кабинете, когда рядом с роялем, рояль прекрасный у них был один, потом второй, на котором мне довелось, и я имел счастье играть концерты. И не только для посла, а и для целого корпуса дипломатов, которыми я тогда познакомился. Если только перечислить, это человек 15. Начиная с знаменитого, известного у нас очень хорошо, Джон Хербста, посол был Соединенных Штатов, Роберт Бринкли, был посол Великобритании, и много других послов, которые были в разное время. Создается впечатление, что послы западных стран, ну и американские посолы, они не только любили музыку, но и проводили в музыке огромное количество времени. Вы знаете, я не могу не вспомнить, действительно, одна очень интересная история. Это тоже вот некая контрастность, что собой представляет наш дипломатический корпус, и что собой представляет, ну вот я уже говорил, давайте не будем говорить о нашем, хорошо? Нет, 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 здесь как раз... Наш дипломатический корпус представляет, как наши зрители представляют, что вряд ли кто-то из них играет на виолончели в свободное от дипломатической работы время. Здесь у меня как раз, я взял с собой журнал, который был посвящен одной встрече, вот посол Германии, посол культуры. И вот здесь как раз описано, там был один из приемов, где мне довелось играть в двух отделениях концерт. Как раз там присутствовал посол Соединенных Штатов Джон Хербс с супругой. Кстати, она урожденная из Одессы, кстати, должен сказать, она сидела рядом с моей женой, а я сидел как раз рядом с послом. И там очень интересный случай произошел. Дитмар Штюдеман спрашивает присутствующую на этой встрече дочь Ленина Даниловича Кучмы, Лену, и был тогда Пинчук, ее супруг, с отцом, кстати, и мамой. И вот как раз получилась такая ситуация, что Дитмар Штюдеман спрашивает Лену, скажите, а у вас бывают вот такие вот встречи, когда проходят концерты, вот на встрече с послами, и вот такой вечер, а тогда был вечер в двух отделениях, потому что первое отделение я играю, потом идет ужин, потом идет следующее отделение. Вот он спрашивает, у вас такие вещи проводятся? На что Лена, немножко замявшись, вдруг говорит, вы знаете, у нас как-то больше за столом поют. На что первый заместитель министра иностранных дел присутствовал при этом Чаллой. Это не тот Чаллой, который был в Соединенных Штатах, потом послом, а заместителем министра был в тот период. Он говорит, да, конечно, говорит, у нас поют, но когда хорошо выпьют. И тут получается такой контраст, понимаете, тут звучал Бетховен, Шопен, Шуман, вот, и тут как раз... Ну, такой дипломатический казус, я бы сказал. Наш, да. И вот на этом приеме должен сказать, что вечер был удивительно устроен, со свечами, конечно, потому что мне довелось сыграть в трех частях Лунную Сонату. Но вы о себе, а вы скажите о Штюдемане. Так я же рассказываю, как раз Штюдеман очень подробно занимался с супругой приемом гостей. Но это был один из приемов, потому что до этого еще был один прием. Какое имеет отношение, как они относились к миссии... Вот я там и рассказал, в том-то и дело, что моя миссия заключалась в том, чтобы рассказать о том, что есть в Украине общественная организация. Ведь это был поводом вашего приглашения. Совершенно верно. Посол пригласил в данном случае меня как не только просто как общественного деятеля, а и как пианиста, чтобы показать совмещение, что есть музыкальная практика, но эта практика проходит в общественную организацию. Я всегда подчеркиваю, у нас есть официальная культура. Официальная культура проходит через руководителя, предположим, филармонии, консерватории и так далее. Через руководителей по вертушке связывается и все происходит. Звания, прочее, прочее, все идет с этой стороны. А вот общественные организации всегда оказываются в тени. Почему? Потому что их просто, во-первых, мало. Несмотря на то, что союз композиторов, музыкальные союзники, это тоже общественные организации. Но они уже больше, знаете, как бы идут в контексте, в кильваторе. А сам посол с супругой играли на этих вечерах? Нет, посол не играл. Супруга тоже не играла. Но должен сказать, что вообще общение с послом было совершенно удивительно, когда мы уже близко познакомились и неоднократно останавливались. Потому что посол всегда предлагал, чтобы я, когда приезжаю в Киеве, чтобы мы с супругой могли остановиться у него в резиденции. И так и было, когда мы закрывали Рихтерфест. Это 90-летие Святослава Рихтера было. И в 2005 году мы с женой еще раз обычно у него останавливались. И он очень много внимания уделял. Мне приходилось не только играть в роли, но и что он просил слушать. И что особенно удивительно, мы с ним очень много вопросов и политических обсуждали. Вот как раз об этом я и хотел спросить. Во-первых, роль вот в данном случае пошла в Германии, в Украине, в, например, возобновлении, в строительстве, в существовании нашей кирхи. Он принимал в этом участие? Конечно. Конечно. Дело в том, что, во-первых, через него пошла... Это, скорее всего, неправильно сказал. Их кирхи на нашей Одесской земле. Да. Ну, собственно, мы так и познакомились. Я его познакомил со своими студентами. Он их слышал. И есть фотографии этой встречи. И он узнал о том, что я имел непосредственное отношение к спасению кирхи. Собственно говоря, может быть, это сыграло решающую роль в наших близких довольно отношениях. И он... Во-первых, ну, во-первых, я могу рассказать. Очень много можно рассказать. Мы не уложимся во времени. Но, например, когда началась реставрация кирхи, я вмешался в этот процесс очень серьезно. Дело в том, что кирха же восстановлена частично. Там же отрезана алтарная часть. Она полностью... Вот это где-то порядка треть кирхи отрезана. Зала, в смысле, отрезана. И там сейчас школа. И там сейчас... Там планировалось колоссальное количество всевозможных представительств немецких. И, собственно, эти представительства дали деньги на реставрацию. И, собственно, почему было мое вмешательство? Видите, я не взял с собой этот план кирхи, я бы мог вам показать. Я когда увидел, я ужаснулся. В отрезанной алтарной части по плану вдруг оказались туалеты. И когда я это увидел, это, знаете, я, зная, что Дитмар Штюдем он очень религиозный человек. Вообще поразительно. Он был пушкинист, один из руководителей пушкинского общества Германии. Колоссальная библиотека пушкинских редчайших изданий. То есть, спектр невероятный. Возможности этого человека в культуре. Кстати, юрист. Он занимался государственным правом и работу писал в Ленинградском университете. Так вот, я когда ему показал, он изменился в лице. И вот, должен вам сказать, вот здесь дипломатический компромисс, который, вот, я себе представляю, что было в душе этого религиозного человека, который читает проповеди. Есть, кстати, диск, посвященный именно религиозной тематике посла. Он приходил очень часто в общину, в Литеранскую церковь Киева, приезжал в Одессу, вот в Кирху часто туда, и в пастерский дом, там мы, собственно, и встречались нередко. И вот он, значит, когда увидел, что там, он онемел, а потом он попытался утрясти этот вопрос. Он говорит, вы знаете, сейчас стоит перед нами вопрос, либо вообще будет отреставрировано это здание, или оно просто погибнет. И вот есть контраст, что собой представляла Кирха в 2003, в 2005 году. Нет, ну сегодня Кирха это... А сегодня это восстановленный зал с концертами и так далее. Несомненно. Но это говорит о том, что иногда экономика теряет свою мораль даже у немцев. Я это хотел сказать. Вы понимаете, что не так все благополучно. И вот, например, я хотел бы об этом больше говорить. Вот сама личность, особенность дипломата западного, так сказать, образца, это не так, как представляем мы себе законопослушно солдатского типа нашего дипломата, который выполняет волю начальства. Ему сказали, он выполняет там прямую. Нет. Я был свидетелем, когда происходили невероятные, так сказать, споры посла с министром иностранных дел. Более того, он же был... Министром иностранных дел Германии. Германии, да. Он ему даже... Я был свидетелем разговора, когда он ему кричал, что он больше занимается культурой, чем он занимается внешнеполитическими делами, потому что он был во Львове на книжной ярмарке. Посол. Посол. И у него была, вы понимаете, там особенность, у него была своя точка зрения культурнейшего человека. Человека, который имеет колоссальный спектр в музыке, в литературе, в праве. Понимаете? И подход... Ну, зачем далеко ходить? Вы знаете, кто он сейчас? Он член наблюдательного совета, доча банка. Да, это я знаю. И советник руководителю банка. А ему уже вот сейчас исполняется 80 лет. И он используется... Ну, это как пример. Вот пример одного посла, который работал в Украине. И, будем так говорить, некие понятия, понимание того, вот чем он занимался, чем он живет, какая его духовная жизнь, и так далее, и тому подобное. Но вы затронули одну тему политическую. И у нас тема такая. Скажите, пожалуйста, вы же там встречались с многими посланиями. Да. Вот отношение к нам, отношение к тому, руководить ли нами, являемся ли мы тем материалом, из которого они хотят что-то лепить, может быть, мы не хотим, но при этом при всем. Или это совсем другое отношение? Мне кажется, что как раз вот их музыкальная сторона, музыкальное их увлечение, может быть, это хобби, а может быть, это на каком-то этапе жизни было какой-то профессии музыкальной, во многом влияли, должны были влиять во всяком случае на отношение к окружающему миру, и в том числе к нам. Вы понимаете, это очень интересный вопрос. Почему? Потому что давайте определим период, когда он был послом действительно действующим, причем он превысил полномочия, обычно там очень короткий срок, там три года, по-моему, и все. Он был пять лет, это о многом говорит. Теперь каких пять лет? Я знаком с ним был с 2001 года, и он был послом по 2006 год. Да, период, да. А что же это за период? Это период, Леонид Данилович Кучма, полностью президент, дальше наступает период, когда начинается первая оранжевая революция, переход к Ющенко, и это все я наблюдал процессы, которые представляли собой позицию Германии по отношению к этим процессам. И должен сказать, что разговоры у нас были очень откровенные, откровенные были разговоры и политическом, и даже вот по поводу семьи Рихтера, он мне такие вещи рассказывал, что я сейчас не берусь рассказывать. Очень близко он знал, и такие вещи, которые действительно показывают все сложности того периода. Так вот, если я возвращаюсь к политической стороне, вот тогда я впервые услышал о Богословской, тогда я впервые услышал, причем в оценках, в оценках посла, как он относился к Юлии Тимошенко, вот, и тогда уже озимое поколение было, да, и вот тут что любопытно, вот здесь мы должны обязательно поставить точки на ды, что, да, политика играет колоссальную роль, есть определенное политическое направление государства, но в это политическое направление государства, который исполняет, казалось бы, посол, вклиняется чрезвычайно важных три момента. Первый, это мораль. То есть, это перед нами был невероятный государственник, которому в голову не могло бы прийти что-то получать, какие-то выгоды от должности, или и так далее. Вот это моральная сторона человека, который, причем он не жаловался, он говорит, вы знаете, самая большая, так сказать, сложность, когда я переезжаю, он был до этого советником в России, большая, грандиозная карьера была. И человек, который, в общем-то, к русской культуре особенно относился, как он принял оранжевую революцию. Вы понимаете, вот что любопытно. А как он принял оранжевую революцию? Вот в том-то и дело, жена первая, когда они приехали в Украину, она начала учить украинский язык. И через пару лет она свободно говорила на украинском языке. Царство небесное, ее уже в живых нет. Она умерла год назад. И графиня Штюдеман в данном случае, она очень многое, она, конечно, не вмешивалась в эти вопросы, но она принимала участие в наших беседах, очень сдержанно, все это. Но при его оценках, оценках такого моральная сторона играла исключительно важную роль. И вот то, что у нас, момент государственности в политике, играет весьма иногда второстепенную роль. Есть личные интересы и так далее, и так далее. И вот поэтому нужно сказать, что вот этот момент морали показывает, что у него были очень сложные отношения со Шрёдером. Мы знаем, кто такой Шрёдер сейчас. Да, конечно. Это «Северный поток-2». Да. Это человек, который по сегодняшний день тоже, ну это не политика уже, это экономика, но она перемешана с политикой, влияет как бывший канцлер Германии. «Северный поток-2». И он, Шрёдерман, не только принял революцию, вот, которая происходила, он прекрасно понимал, что собой представляет государственная политика Украины. Он понимал достоинства и недостоинства. Не случайно же дочка Кучмы была у него в доме, вот, о которой, о чём я и рассказываю. И, кстати, должен сказать, что на меня очень хорошее впечатление произвёл отец Пинчука. Очень интеллигентный человек, бывший директор, он занимался сталипрокатной сталью, металлом, и это мягкий, поразительно добрый человек, над ним подшучивал всё время Хербст, он задавал ему довольно каверзные вопросы и так далее, и даже Хербст был сражён его какой-то толерантностью, какой-то ясностью, понимаете, искренностью. Мне думается, что это был очень, и есть очень... Он был лучшим дипломатом страны, чем наши дипломаты, насколько я понимаю. Я думаю, что да. Потому что наш замминистра сообщил миру о том, что у нас... Чалли тогда занимал очень... Я же помню очень хорошо, мы это обсуждали. Чалли занимала нейтральную позицию, что Украина должна не идти никуда, я имею в виду вот этот первый заместитель министра, и он довольно плотно это сделал, но мы обменивались очень многими по этому поводу моментами, и когда я увидел, насколько Чудеман видит, что Украина получает некий ход совершенно в другую плоскость, она приближается к Европе, и он делал все для того, чтобы именно вот это европейское начало, культура, экономика, то есть тот, чем он мог распорядиться, чтобы это входило... Юрий Борисович, я перебью тебя, я хочу спросить вот что, вот был замечательный дипломат, замечательный музыкант, судя по всему, его супруга, графиня, пианистка, миссия Святослава Рихтера и Давида Остраха, но больше Святослава Рихтера, насколько я понимаю, для них он был ближе, потому что он лично его знал, потому что немец по происхождению, понятно. Прошли годы, даже статья по этому поводу, Святослав Рихтер, немецкий гений Одессы. Немецкий гений Одессы. Это интервью, несомненно, да. Но прошли годы, посол уехал, он остается там у руля Дойча Банка и так далее и тому подобное. Продолжается ли эта традиция вот этих отношений, миссий, которые сегодня продолжают работать и дипломатов иностранных, их отношения, их, ну будем говорить, интерес к этой миссии. Есть ли такое? Или это все уже в прошлом? Я должен сказать, что продолжалось, безусловно, я тут закончу мысль, как закончилась дипломатическая миссия, кстати, Дюдь Маращудема. Он же был после того, что он закончил деятельность как посол, он стал личным советником Ющенко. Два года он был личным советником Ющенко. Это говорит о многом, когда человек, который был в России, который учился в России и так далее, который занимался действительно Россией, культура русская для него играла колоссальнейшую роль. Но этот человек принимал определенную позицию государственную, он видел, куда движется государство, он видел достоинство там. Кстати, когда он учился в Петербурге, он мне рассказывал очень интересно. У него была тема гражданское право в СССР. И меня, говорит, воспринимали как диверсанта, потому что, во-первых, я прекрасно понимал, что никакого гражданского права в СССР нет. Но вот этот контраст, понимаете, два мира, вот он когда рассказывает, и сейчас это тоже два мира. И вот этот переход человека, который это все видит, он советовал, и я думаю, что он мне это никогда не говорил, но я чувствовал большое разочарование. Вот то, что видит европеец с точки зрения прав человека, с точки зрения образа жизни, с точки зрения культуры, спектра интересов, он даже рассказал, мы с супругой еще ходим и обучаемся современным танцам. Представляете? То есть спектр интересов, ну, моя жена вообще была совершенно шокирована вот этим совершенно феерическим спектром этой семьи. И в дальнейшем, вот вы спрашиваете, как дальше? Дальше было очень интересно. На одном из вечеров присутствовал превосходнейший дипломат из Швеции, посол Швеции впоследствии. И на одном из концертов, первых концертов мы с ним Акер Петерсон, он был сотрудником Министерства иностранных дел Швеции, там на высокой должности, а потом его назначили послом уже в Украине, ну, мы уже были знакомы, и вот он приехал в Одессу, я не помню, это уже было где-то ближе к 10-му году. Он привез сюда на фестиваль к Кармели Цыпкаленко во дня две ночи музыки, привез шведский ансамбль ФОК. должен сказать, вот музыка и политика. Мы с ним встретились, обрадовались, мы встретились, он пригласил нас с супругой в ресторан, он тоже был в ресторане, мы провели 4 часа вместе. Я вот в одном из журналов сделал с его разрешения большое интервью под названием «Шведский социализм». И вот тут определилась человек, который ему очень с большим трепетом относился, как воспринимали этот превосходнейший современный ансамбль. Именно в современной музыке, это самое высокое, что может, одно из лучших выступлений, то, что я слышал в этом фестивале, не только в тот, а вообще в целом спектре фестиваля. Ансамбль ФОК. И когда мы беседовали, вот тогда очень большая длительная беседа была, она какую-то часть, вот эта интереснейшая тема, когда человек такого уровня, как А.К. Петерсон, я думаю, что он соответствует Дитмару Щудову. Это те люди, которые осуществляют внешнее управление, через них же проходит это все. Но это проходит не в порядке того, что вот сделай тот, 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 как мы себе представляем, а это идет колоссальная внутренняя работа, как это сделать по-настоящему. Вы понимаете, то есть это тот моральный момент, который не имеет двойного дна. Нет двойных стандартов, как у нас на радио сейчас есть двойные стандарты, это тройные, наверное, четверные сейчас стандарты. Дипломаты, которые туда, сюда приезжают, они имеют свою точку зрения. Они воплощают очень многие параллельно вещи. И они прекрасно видят, кто есть кто. Когда они общаются с политиками, они прекрасно понимают, не случайно же был задан вопрос. Границы мировоззрения. Собеседника. Вот тут не понимают очень многие наши руководители, что их просвечивают. Вот это внешнее управление, которое приходит, человек с определенной высоты мировоззрения, философских взглядов, понимаете, религиозных взглядов, и прежде всего морали, понимают то перед ним. Он же прекрасно понимает, перед ним делец, брыга, или еще что-то, понимаете, это все для них просвечивается. И они не просто выполняют там захватить территорию, как считают русские, хотят поработить в России. Ну, кому это надо? Здесь все гораздо сложнее, все гораздо интереснее, чем можно было бы себе представить. И вот, в частности, по поводу, я хочу закончить, по поводу социализма. Это статья, потому что тогда как раз социалисты правили. Шведский социализм, да, совершенно другой. И знаете, что в основе? По-моему, в основе капитализма. Социализма, извини, конечно, рынок, ну, понятно. А я говорю об управлении этим рынком, я говорю о том, что он рассказывал, как работает парламент Швеции. Там не стоит вопрос, что партия должна победить, что они должны урвать, там это не существует. Там приоритет, кто остроумнее, решит проблему. Возникает проблема в парламенте. Неординарно решит проблему, да. Неординарно, вы понимаете? И побеждает действительно лучший вариант. И даже противоборствующая партия, видя, что это интереснее решение, она будет помогать и голосовать. То есть, оппозиция не выступает, как, понимаете, враг. Это во имя государства. Вот это особенность шведского социализма, о котором он говорил. Это особенность нашего управления. Я уже не говорю, там он очень много интересных вещей рассказывал о праздниках. У них же нет выходных дней на праздниках у шведов. Они работают в выходные дни, у них обычные, а праздники, они на работе, потом там день шведского флага. Ну, масса вещей. Мы же знаем, что есть шведский стол. У каждой страны свои традиции. Предположим, у Швеции так, рядом в Норвегии, по-другому, в Дании, там, по-третьему, у нас, по-четвертому, даже по-пятому, по-шестому. Нам нужно заканчивать программу. Не, я прошу прощения, вот смотрите, спектр политиков. Мы знали, помните, прекрасно, Кандализа Райс. Да. Вы помните, как все были сражены, когда на Брамса играла английская королева? Да. А Трамп в 2012 году не приглашал пианистку из Узбекистана. Но он еще не был президентом тогда. А разве Макрон не приглашает все время к себе во дворец, где он находится и в Лисейские поля, и играют все время концерты? Я слышал не один уже концерт. Мы эти, кстати, не самого высокого уровня. А Джордж Буш, потом младший и так далее, они же тоже все, понимаете, тут происходят вещи, которые показывают, что спектр интересов культура вообще-то западная. Кстати, американцам может быть чуть-чуть не такая, но тем не менее. Горовиц играл тоже президентом Соединенных Штатов. Конечно. Я хотел бы спросить, у нас кто-то играл? Леонид Данилович, помните, приехал, скрипач, вы прекрасно помните, когда Гедон Кремер приехал в Киев? Да. Ну, кого предпочтел Леонид Данилович? Да, Леонид Данилович пошел на какой-то, по-моему, знаменитая злиными ногами скрипачка. Вы же прекрасно знаете, как я это не хотел сказать, Тереза Мэй, но нет, ну вот эти вылетелы. японка, да? Не-не-не, это западная скрипачка, которая поднимала ноги, и все это, блистала она на этих сценах. Точно так и у пианистов, вы знаете прекрасно. А в этот филармонический концерт был гениальный, потрясающий Гедона Кремера. Ориентиры, выбор, понимаете, попса, легкое что-то совершенно такое, непринужденное вообще, так сказать. А вот, новейшая тема, последняя, давайте этим закончим. Ненормативная лексика. Да. Мне рассказывали, что советские дипломаты, они разговаривали как? То есть, ненормативная лекция существовала даже как шифровка, трудно понять. Понимаете, когда за каждым словом идет, ну да, понятно что? Шифр. Шифр. И очень трудно составить нечто. Но мы знаем прекрасно по пленкам, которые мы слышим, как вообще разговаривают высшие эшелоны власти. А вы думаете, только высшие, да и средние, и низшие. Мы же знаем лексику. Представить себе, что дипломат образца, вот, Ака Петерсона, Дитмара Шюдемана, ни разу я не слышал, чтобы можно было даже подумать о том, что здесь возникает какая-то ненормативная лексика. А сейчас мы обсуждаем там, кто-то кого-то как-то послал. Да, мы говорили о чем, собственно говоря? Мы говорим о срезе политики, культуры, культура политики. Понимаете? А раз культура политики, это и образование, это и очень многие вещи, которые у нас находятся не на самом высоком уровне. Мы начали с того, что музыка является средством коммуникации. Конечно. непосредственного общения. А закончили тем, чем, собственно говоря, могли и не говорить по большому счету, потому что это понятно. Понятно хотя бы потому, что музыка, искусство, живопись, понимание, посещение, даже если не понимание, а просто посещение, просто сидение рядом с людьми, которые увлечены, это уже не то, что достаточно, но уже достаточно много для того, чтобы понимать очень многие стороны жизни и, как правильно вы сказали, уметь сканировать. Сканировать, конечно. Характер человека. И не только сканировать, а видеть перспективу. Видеть перспективу, сканировать, понимать, в каком тоне, русле, теме можно с ним говорить, можно его раскрыть. Я прошу прощения, я добавлю. Вот сейчас все говорят о том, почему не звонит Байден Зеленск. И вот мне хочется всем ответить. Ребята, он сканирует Зеленского. Он хочет видеть во всех плоскостях, на что способен этот президент. Я убежден в этом, потому что опыт Байдена не надо, он не подлежит. Я в данном случае не говорю, как его адвокат. Я просто говорю, как политик, который просидел в политической среде, он просидел всю свою, собственно говоря, жизнь, вице-президентом был. И он прекрасно понимает, что все грани, знаете, как в искусстве, грани есть, бриллианты, понимаете, все грани он должен изучить. Вот здесь он изучил грани, он уже сказал президенту соседнего государства, что он думает. А теперь он не торопится звонить, он изучает по-настоящему, чтобы определиться, как, что. И вот когда я общался с Дитмаром Штюдеманом, да и только с другими, они поразительно чувствуют человек. Поразительно. Со всех сторон, опять-таки, не только в морали. Они даже понимают, на каком уровне они могут вести, на какой плоскости будет идти беседа на ту или иную тему, экономическую, политическую, культурную, и так далее, какую-то религиозную. С чудом он сюда приезжал. Знаете, чем он занимался в значительной мере? Защитой животных. Ну да. Да. Понятно. Спасибо огромное. А последняя фраза в моем исполнении, в этой программе. Я не могу надеяться, я думаю, что я фантазирую, но я пофантазирую, что когда-нибудь, может быть, кому-то из организаторов каких-то фестивалей, спектаклей, в Украине, каких-то таких, ну, достаточно престижных форумов, музыкальных, может быть, другого жанра искусства, позвонит кто-то оттуда, премьер, президент, организатор, и спросит, будьте добры, мне пришло приглашение, что они будут играть? Спасибо огромное. Спасибо вам на то, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова